Упражнение первое. Телохранитель номер один. Исходное положение. Клиент стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним, телохранитель сзади и справа, пистолет в кобуре на предохранителе. Количество боеприпасов 5 штук. 4 патрона в первом магазине, 1 патрон во втором. Количество мишеней 3 штуки. Количество укрытий 2 штуки. Первое укрытие в 10 метрах от мишени, второе в 25 метров. Расстояние между укрытиями по фронту не менее 3 метров. Время выполнения упражнения на начальном этапе 30 секунд с момента подачи первой команды на открытие огня. Второе упражнение. Телохранитель номер один А. Исходное положение. Клиент стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним, телохранитель сзади и справа, пистолет в кобуре на предохранителе. Количество боеприпасов 11 штук. 7 патронов в первом магазине, 4 патрона во втором. Количество мишеней 6 штук. Количество укрытий 3 штуки. Первое укрытие в 10 метрах от мишени, второе в 25 метрах от мишени, третье в 40 метрах. Расстояние между укрытиями по фронту не менее 3 метров. Время выполнения упражнения на начальном этапе 60 секунд с момента подачи первой команды на открытие огня. Упражнение третье. Телохранитель номер один в условиях ограниченной видимости. Исходное положение. Клиент стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним, телохранитель с включенным фонарем в левой руке, стоит сзади и справа, пистолет в кобуре на предохранителе. Количество боеприпасов 3 штуки. 2 патрона в первом магазине, один во втором. Количество мишеней 3 штуки. Количество укрытий 2 штуки. Первое укрытие в 10 метрах от мишени, второе в 25. Расстояние между укрытиями по фронту не менее 3 метров. Время выполнения упражнения на начальном этапе 50 секунд с момента подачи первой команды на открытие огня. Тактика психологических упражнений. Упражнение первое. Огневой налет. Исходное положение. Клиент в бронежилете и защитных очках. Стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним, телохранитель сзади и справа, пистолет в кобуре на предохранителе. Киллер стоит в 2 метрах от мишени, спиной к ним с заряженным пистолетом, патрон в патроннике. Количество боеприпасов 7 штук. Телохранитель 4 патрона в первом магазине, один во втором. У киллера 2 патрона. Количество мишеней 3 штуки. Мишени используются телохранителем. Количество укрытий 2 штуки. Первое укрытие в 10 метрах от мишени, второе в 25 метрах. Расстояние между укрытиями по фронту не менее 3 метров. Время выполнения упражнения на начальном этапе 30-40 секунд с момента начала атаки. Вооружение и снаряжение. Пистолет ПМ, либо ИШ-71, либо Макарыч. Бронежилет 3-5 класса защиты. Защитные очки. Кабуры. Ситуационные упражнения. Упражнение первое. Телохранитель номер 3. Защита раненого клиента. Исходное положение. Клиент стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним. Телохранитель сзади и справа. Пистолет в кобуре на предохранителе. Количество боеприпасов 3 штуки. Количество мишеней 1-2 штуки. Время выполнения упражнения на начальном этапе 20 секунд. С момента подачи первой команды на открытие огня. Второе упражнение. Телохранитель номер 4. Защита клиента в ресторане. Исходное положение. Клиент сидит за столом в 3-5 метрах от мишени, лицом к ним. Телохранитель сидит за соседним столиком. Пистолет в кобуре на предохранителе. Руки телохранителя лежат на столе. Количество боеприпасов 2 штуки. Количество мишеней 1 штука. Используются поворотные мишени. Время выполнения упражнения на начальном этапе 10 секунд. С момента подачи команды на открытие огня. Упражнение третье. Телохранитель номер 5. Защита клиента от нападения с огнестрельным оружием и гранатой. Исходное положение. Клиент стоит в 27 метрах от мишени, лицом к ним. Телохранитель сзади и справа. Пистолет в кобуре на предохранителе. Количество боеприпасов 3 штуки. Количество мишеней 3 штуки. Количество укрытий 1 штука. Время выполнения упражнений на начальном этапе 45 секунд. С момента подачи команды на открытие огня. Рекомендуемые пиротехнические средства. Пингольная граната противотанковая. Либо петарда анархист. Либо граната РГД.